Что вы думаете, 2020 год это катастрофа? Нет, а вы подумайте про 2050 год, когда нами будут править люди, которые обучились дома на дистанционном обучении. Ну вот, говорит, работы много, работы много. Антош! Да, Васильевич. Ты опять опоздал, Антош? Да, опоздал, я опоздал. Знаешь почему? Почему? Потому что поздно вышел. Так раньше надо выходить, Антош! Так было поздно уже раньше выходить. Ну, процессор опять завис. Вчера вечером вышел, чтобы прогнать алкашей из подъезда. Забухал с ними. Хо-хоу! Хорошая музыка, Антошенька. Спасибо, Василь. Че, как дела? Да так себе. Хочу собаку завести, жена не дает. А че думаешь, собака даст? Фу, Васильевич! А я... Ты о чем подумал? Фу ты, блин, Антошенька! Антошенька, блин, ты долго будешь еще здесь возиться? Скажи мне... Игорь Васильевич, ну это электрика, тут же не так все просто. Я работаю, собираю. Блин, Антошенька, ты не работаешь и не собираешься. У меня такое ощущение складывается, что ты просто сидишь здесь и дзюбишь. Вот и все. В мире появилась новая болезнь. Бессимптомные больные. А раньше-то их называли здоровыми. Маш, я очень сильно расстроен, Маш. Где отчет, Маш? Игорь Васильевич, я не успеваю. У меня плохое настроение, не успеваю ничего делать. Маша, нормального мужика тебе, в конце концов, надо на всю ночь, Маша, чтобы он тебе подымал твое настроение, Маша. Ой, Игорь Васильевич, если ваш опыт с мужиком вам поднял настроение, это не значит, что это универсальное средство. Его нужно всем рекомендовать. Маша, а ты не прихренела, Маша, а? Васильевич. Да. А Димку стажера помнишь? Рукожопый тот, который тут все оборудование ломал? Да, которого ты уволил. Помню, помню. Ну, короче, его в армию забрали. Вот там ему и место научат, вправят ему там мозги. Привет тебе передавал. Спасибо большое. Говорит, в спецназ его взяли, их там учат убивать. Все можно русскому простить. Диету, вегетарианство. Но тех, кто бросил водку пить, лишит российского гражданства. Игорь Васильевич, а я что, увольна что ли? Нет, Маша, что ты взяла? А почему тогда диванчик с кабинета убрали, а? Ну, Игорь Васильевич. Я не знаю, как вы, а я вот вчера перед сном, сегодня с утра поддержал дзюбу. О, Игорь Васильевич, объясните мне значение слова дилемма. Ну, вот смотри, Антошенька. Представь себе, что ты лежишь посередине большой кровати. С левой стороны лежит такая большиногрудая девушка. А с правой стороны лежит гомосек. Вот теперь, Антошенька, у тебя дилемма. Кому ты повернешься спиной? Да, вот это дилемма. Антош, сделай, пожалуйста, свет у пацанов в раздевалке. Слушай, темно, как у негров в жопе. Ни зайти, ни выйти. Игорь Васильевич, все-то вы знаете. Везде-то вы бывали, а? И только русские люди едут в пятницу на любимую дачу. А в воскресенье едут обратно с гребаного огорода. Продолжение следует... Продолжение следует...